Всем привет! Сегодня я буду делать небольшой обзор на то, что у вас находится перед глазами, ну и меня соответственно перед камерой. Это, как бы это по-русски даже не назвать, в общем, типа грудной разгрузки на системе MOLLE. Вот, называется она Condor MOLLE Modular Tactical Ops Chest Rig, модель MCR4 Black. Ну, соответственно, цвета там разные были, но, к сожалению, не было такого полигонального камуфляжа, точнее, пиксельного, как у меня рюкзак. Вот, я взял чёрную. Ну, в общем, я под одеждой носил и собираюсь носить, так что, как бы, вот так вот. Вот, почему обзор, а не отбоксинг? Анбоксинг я, к сожалению, запорол. Удалил звук случайно и не оставил резервных копий. Ну, вот, значит, будет у меня обзор. Заодно успел поносить этот жилет пару дней и, в принципе, понял, как он носится, могу об этом рассказать. Вот, материал указан в магазине, вот где я убрал, ссылочка будет внизу, вот здесь. Значит, 1000D, это нейлон, нейлоновые же стропы, пришиты довольно хорошо для китайской продукции. Вот, купил я его у американки, так скажем, Denver Girl, вот, которая держит этот магазин на ebay. Вот, значит, примотал сразу же ножны, несколько раз пробовал здесь, здесь, ну, по удобству в разных положениях. Ну, пока что удобнее всего здесь. Примотал ножны моей экстримы, вот она так смотрится, ну, все равно мешает при ношении маленько, но удобнее, чем на ноге и, в принципе, хорошо все это дело держится. Вот, довольно широкий такой жилетик, значит, 4 стропы у него, этого вообще вполне достаточно для крепления любой фишки моля, которая может понадобиться, огромные фастексы, вот, для сравнения, даже вот на экстриме можно посмотреть, какой фастекс, какой здесь. Вот, но это боковые. Тут тоже все это на фастексах ремни полностью съемные, вот, и плюс такой вот еще интересный фастекс, вот тут он у меня отстегнут, с другой стороны, круговой, и вот, типа, вот так вот может двигаться. Интересная такая штука, еще ни разу, вроде как, не встречалась, если мне память не изменяет. Вот, удобные, очень удобные лямочки, не сильно мягкие внутри, но, как бы, вот эти поры, прошу прощения, вот эти вот, вот этот пористый материал, он очень хорошо смягчает и проветривает, то есть, я не сильно потел, как бы, целый день, вот, сегодня носил этот жилет нормально. Вот, с другой стороны, тоже такая вот, ну, как сказать, обычный нейлон, вот, меточка кондор, сделана в Китае. Вот, вот такой кармашек основной, ну, не основной, на самом деле, сейчас вам покажу еще другой, на одной липучке, достаточно удобный, я в него сегодня плеер располагал. Он достаточно объемный, туда либо небольшой планшет может влезть, либо какие-то бумажки, типа, паспорт или еще что-нибудь, ну, смотря, как, где вы носить будете, для чего использовать. И внутри еще вот такой вот большой карман почти во всю длину, считаю, ну, тут вроде бы пришито уже, не будем испытывать судьбу, да, тут пришито, ну, да, он не во всю длину, как бы, он такой больше основного, в принципе, туда даже бронепластина средней мощности влезет, я так думаю. Ну, штука вообще не для броника, ну, как, ну, просто интересно, что такая тема есть. И как бы боковушки, они тоже, в принципе, расчехляются, если вот эту штуку развязать, вот эту вот, извиняюсь, в кадр мне попал, вот эту вот развязать, боковушки тоже расчехляют, тоже что-то туда можно вставить. Вот, что вам еще сказать. Ну, купил я его вместе с доставкой, мне обошелся примерно 1200, может быть, рублей, не знаю, не больше точно, вот такая штука на ebay, ссылку я вам дал в начале видео. Так что, думайте, смотрите, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь, дальше будут еще какие-нибудь обзоры таких штучек интересных и полезных, не всем, конечно, но знатоки поймут. Вот такой вот жилетик я вам сегодня показал, следующее мое видео будет про керамбит. Все, всем спасибо, всем пока.